В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых важных событиях этого вторника вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. Хроника провалов. Очередная яма в центре Рязани уже не удивляет. История под слоем земли. Археологи отметили свой профессиональный праздник. Из Италии в Рязань книги из города Чента нашли свой дом в библиотеке имени Горького. Тревожные новости появились во вторник в социальных сетях. Пользователи группы «Рязань» сообщили о том, что в лесопарке идет вырубка деревьев под продажу и аренду участков. Также были выложены соответствующие фотографии. Наша съемочная группа оперативно выехала на место. Действительно, по дороге к Ореховому озеру довольно обширный участок лесопарка остался без деревьев. Кроме того, там появился стенд с информацией о продаже и аренде. Мы позвонили по указанному там телефону, и вот что нам удалось выяснить. Вот этот кусочек, где есть, он не лес, а там как раз кусок вклинился в земли сельхозназначения. И они заросли наоборот. И за это, наоборот, штрафуют. Этот участок, он входит в зону, на которой возможно сделать следующие вещи. Либо спортивные сооружения, либо какие-то сооружения, связанные, ну, допустим, там, некапитальное строение. Это можно посмотреть в плане города. Допустим, некапитальное строение общепита. К сожалению, говоривший с нами не захотел представиться и не сказал, чьим представителем он является. В администрации города сейчас выясняют, кому действительно принадлежит этот участок и является ли вырубка зеленых насаждений законной. Дорожное покрытие в Рязани вновь показало горожанам свои слабые места. На сей раз дал свою позицию асфальт на перекрестке улиц Урицкого и Электрозаводской. На месте очередного провала побывал Роман Дворецков. Сегодня ночью в центре города уже в который раз за это лето ввалился асфальт. ЧП произошло на пересечении улиц Электрозаводская и Урицкого. По сообщению Управления энергетики ЖКХ администрации города, работы по устранению последствий введут сотрудники водоканала. Ледь произошел подмыв грунта в результате повреждения водопровода. Предположительно диаметра 300 или 100. На данный момент неизвестно. Пока сотрудники водоканала будут разбираться в ситуации, в четырех домах по улице Урицкого не будет воды. Движение на перекрестке в центре города будет перекрыто, но не полностью. Ремонтные работы планируется закончить к концу рабочего дня. Напоминаем, что это далеко не первое подобное происшествие за последние два месяца. Многие горожане еще помнят об вал и перекрытую дорогу. У Кремлевского вала яму с кипятком на пересечении улиц Маяковского и Первомайского проспекта. И дыру в асфальте на Куйбышевском шоссе, куда провалился автомобиль Матис. Рязанские полицейские пресекли деятельность группы злоумышленников-распространителей наркотиков. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России и Рязанской области в ходе мониторинга регионального сегмента сети интернет выявили активность, характерную для организации распространения наркотиков растительного и синтетического происхождения через тайники и закладки. В ходе оперативно-розысканных мероприятий полицейские выяснили, что к незаконному сбыту наркотиков причастны трое молодых людей. Парни в возрасте от 28 до 32 лет приехали из Тульской области и арендовали в Рязани две квартиры недалеко друг от друга. Сотрудники полиции установили, что один из них, выполнявший роль старшего, с помощью сети интернет получал бесконтактным способом из другого региона крупные партии наркотиков, расфасовывал их по небольшим упаковкам и передавал приятелям для распространения через закладки на улицах Рязани. Зафиксировав эпизоды незаконной деятельности мужчин, полицейские задержали трех злоумышленников в момент передачи расфасованных наркотиков для дальнейшего распространения. В ходе обследования жилищ злоумышленников и при личном досмотре сотрудники полиции обнаружили около сотни небольших упаковок с порошкообразными и пастообразными веществами. Экспертиза установила, что злоумышленники незаконно хранили и подготовили к распространению 546 граммов наркотических средств растительного и синтетического происхождения, среди которых были экстази и кокаин. Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Очередная авария с участием маршрутного такси произошла в нашем городе. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Подробности далее. ДТП произошло вечером в понедельник 14 августа на улице Гагарина. Как пояснили в ГИБДД, 39-летний рязанец, управляя автомобилем Митсубиси, двигался со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Политаева. На регулируемом перекрестке при повороте налево, по предварительной информации, он не уступил дорогу маршрутному такси. В результате произошло столкновение. В результате ДТП водители автомобиля Митсубиси, а также 5 пассажиров маршрутного такси с травмами были доставлены в больницу. А тем временем сотрудники ГИБДД выпустили брошюру с напоминанием о правилах дорожного движения. Однако адресована она не водителям, а пешеходам. Ведь более чем в половине всех происшествий с их участием виноваты они сами. Основные секреты безопасности в репортаже Галины Ершовой. Пешеход – самый уязвимый участник дорожного движения. В любом, даже самым незначительном ДТП он рискует получить травму. Только в прошлом году сотрудники ГИБДД выписали почти 12 тысяч штрафов, а по вине пешеходов произошло около 200 ДТП. За одну смену сотрудники ГАИ фиксируют от 20 до 30 нарушений правил дорожного движения. Желание успеть на маршрутку или сократить путь до магазина толкает нас на нарушение правил и заставляет косить в нужную сторону. Однако переходить дорогу можно только под прямым углом. По правилам переходить дорогу необходимо шагом. Дело в том, что во время бега внимание человека рассеивается. Он смотрит только вперед, поэтому может не заметить приближающийся транспорт. К тому же светофоры отрегулированы таким образом, что на один шаг человеку дают полторы-две секунды. По ГОСТу эту цифру умножают на ширину дорожного полотна и получают время горения пешеходного светофора. Однако летом хочется гулять не только в городе, а дороги не всегда оборудованы даже обычным тротуаром. В этом случае двигайтесь по обочине. Если не это ее, то идите по краю проезжей части. Двигайтесь не вместе с транспортом, а навстречу ему. В 9 часов вечера на улице становится темно, а это значит, что зона видимости у водителей резко снижается. Поэтому возьмите с собой на прогулку световозвращатели. Маленькие брелоки не займут много места, но будут видны автомобилистам уже за 200 метров. Если вы гуляете вне населенных пунктов, то их наличие становится обязательным. Бывают случаи, когда движение на дороге контролирует регулировщик. Он главнее светофора и дает пешеходам всего три условных сигнала. Рука вверх. Движение полностью запрещено. Правая рука вперед. Движение осуществляется за спиной регулировщика. Руки в стороны. Переходить дорогу можно перед лицом и за спиной регулировщика. Обращайте внимание на его положение тела в пространстве. Всего сотрудники ГИБДД разработали 13 основных правил дорожного движения. Их можно прочитать на официальном сайте ведомства. Многие из них известны каждому с детства. Однако соблюдение простых вещей поможет на деле обезопасить вас и ваших близких. 15 августа в областной библиотеке имени Горького состоялась церемония передачи книг на итальянском языке фонд библиотеки от общества дружбы и сотрудничества Чента-Рязань. Друзья Рязани из итальянского города Чента, стремясь к расширению знаний о своей стране и своем городе среди россиян, приняли решение о сборе книг для передачи их в Рязанскую областную библиотеку. Итальянец Мауро Бернарди показывает книги «Все они на итальянском языке». Теперь эти издания являются собственностью библиотеки имени Горького. Такой книжный дар сделал он от итальянского города Чента. Здесь книги про Италию, про Адриатическое море и даже книга про астронавтику, которую написал итальянский автор на основе учения Константина Циолковского. Вот итальянец рассказывает, как несколько сотен лет назад строился его родной город. А уже следующую книгу точно стоило бы прочесть современным рязанским застройщикам. Ее написал преподаватель Миланской академии. Он имел идею, чтобы пустой кусок земли, который оставался между новостройками, сделать так, чтобы получился не просто парк, но чтобы парк был сделан с искусством. В своем родном городе Мауро создал общество дружбы, занимающиеся популяризацией русской культуры. Его книжный дар библиотеке стал еще одним шагом на пути укрепления культурных связей между Россией и Италией. И мы видим, что вот эта безумная русофобия, это такие совершенно агрессивные, разнузданные, навязываемые миру отношения к России не всеми воспринимаются. И, конечно, вот на фоне этого, тем более ценна та искренность, сердечность, то понимание русской души, русской ментальности, русской культуры, которую проявляет наш друг итальянец Мауро Бернарди. Теперь библиотека Горького готовит ответный подарок, который отправится в Италию. В ответ на богатый книжный дар рязанцы подарят гостю здание Анны Снегиной на нескольких языках. Такое доброе сотрудничество и дружба не исключает появление у Рязани еще одного города-побратима. Бодрость, сила духа, желание добиться новых высот – и все это в 90 лет. В Рязани отметил юбилей один из уважаемых и старейших деятелей города – Александр Мелешкин. О юбилеаре расскажет Роман Дворецков. Не каждый политический деятель может похвастаться таким длительным сроком службы народу, как Александр Михайлович Мелешкин. За свою долгую жизнь он повидал немало подростков. В военное время Александр Михайлович работал на авиационном заводе в Москве. В те годы увлекся спортом, его выбор пал на бокс. Два года подряд Александр Мелешкин занимал пьедестал победителя на первенстве Москвы среди молодежи. После окончания спортивного техникума в Москве он оказался в Почевском спецучилище. Была в биографии Александра Михайловича работа и в комсомольских, и в партийных органах. Но главным делом всей своей жизни Мелешкин считает создание в 1986 году Совета ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области, в которой работает и по сей день на посту заместителя председателя. Он создатель нашей организации. В 1986 году он создал нашу организацию Совет ветеранов спорта. И все время бессменный заместитель председателя. Это, как говорится, наш задающий генератор в работе. Мы у него учимся и продолжаем учиться. Все вопросы, которые мы проводим, мероприятия, мы обязательно только через него. Трудится Александр Мелешкин, не покладая рук. В книге «История рязанского спорта» Александр Михайлович назван лучшим руководителем органов управления физической культурой и спорта. И, несмотря на свой преклонный возраст, остается открытым и общительным человеком. И наши ветераны, все спортивные, они столько повидали, столько объехали. Это благодаря инициативе всех. Поэтому сегодня я рад всех приветствовать, рад видеть. И я думаю, что они еще поездят и посмотрят. Кроме близких друзей, юбиляра поздравили коллеги по работе. Также Александру Мелешкину в день его рождения пришла поздравительная телеграмма из Кремля. Президент Российской Федерации пожелал Александру Михайловичу дальнейших успехов в работе и выразил благодарность за проделанный труд. Пока взрослые летом стремятся насладиться долгожданным отпуском и зарядиться энергией городских фестивалей и прогулок, подростки мечтают стать полезными и пополнить семейный бюджет. О том, какие профессии они выбрали в этом сезоне и каких успехов достигли, расскажет Галина Ершова. 3200 именно столько подростков пополнили ряды трудящихся этим летом. Цифра не маленькая, но предсказуемая. В прошлом году более 4000 юных рязанцев работали на благо города и области. А в связи с поправками, которые были внесены в трудовое законодательство и вступили в силу 1 июля, число желающих продолжает расти. Дело в том, что теперь работать дети смогут не только во время каникул, но и в период обучения. Правда, на особых условиях. Время работы подростка с 14 до 15 лет определено как 4 часа, с 15 до 16 лет 5 часов и с 16 до 18 лет 7-часовой рабочий день. Чаще всего подростки идут работать вожатыми и воспитателями в детских лагерях. Не меньшей популярностью пользуются школы и библиотеки, где они помогают подшивать книги, ремонтировать наглядно учебные пособия. Многие подростки идут на станции юных натуралистов и в зеленые хозяйства, чтобы работать в сфере благоустройства города или поселка. Есть возможность устроиться на предприятия области, подсобными рабочими, укладчиками-упаковщиками, операторами линии и так далее. Стоит отметить, что нередко дети ищут работу самостоятельно или через знакомых. Однако, лучше выбрать другой путь. Те, кто работает или желает работать в городе Рязани, соответственно, могут обращаться в центр занятости в городе Рязани. Это улица Толстого, 10. Те ребята, которые проживают в районах области, соответственно, в центре занятости, которые располагаются в соответствующем районе. Окажут всю необходимую поддержку, специалисты направят на работу, дадут консультации. Ну и, соответственно, подросток может непосредственно пойти к работодателю и трудоустроиться. Для трудоустройства юношам и девушкам нужно иметь при себе паспорт, страховое свидетельство пенсионного страхования и медицинскую справку с показаниями к работе. Конечно, не обойтись и без письменного согласия родителей или опекунов. Документ составляется в свободной форме. Когда трудоустроятся через центр занятости населения, соответственно, работодатель выплачивает минимальный размер оплаты труда. И, соответственно, есть материальная помощь, так сказать, материальная поддержка 1275 рублей, которая идет через центр занятости. Ну, в основном, наверное, я скажу, что зарплата марьируется от 4 до 10 тысяч, но в некоторых случаях она бывает даже больше. Заработать на велосипед или получить опыт – у каждого своя мотивация. Правда, в череде новых увлечений и возможностей не стоит забывать об образовании. Ведь хорошие оценки в школе и трудолюбие помогут стать по-настоящему востребованным специалистом. Несмотря на то, что история Дня археолога не связана с какими-либо событиями, открытиями, и сам праздник не является ни государственным, ни национальным, археологи России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник 15 августа. В историко-архитектурном музее и заповеднике Рязанский Кремль действует целый археологический отдел, чья деятельность позволяет нам прикоснуться к тайнам древней истории. Археология – это наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов, подошедшим до нас вещественным памятником. Хотя дошедшие до нас вещественные памятники – понятие весьма условное. Это в большинстве случаев малые частицы, осколки, детали, каждый из которых археолог радуется и по которым воссоздают потом представления о быте, традициях и нравах людей, живших на изучаемой земле многие столетия назад. Вообще очень приятно, что как бы интерес к древней истории возрастает. Я всегда говорю о том, что человек не может не задумываться о том, что было раньше. И есть замечательная фраза, что человек не помнишь, мы не можем быть Иванами, не помнишь своего родства. И недаром он сейчас может обратить внимание, очень большой интерес и к генеалогии, к своей. То есть пытается выяснить корни непосредственно себя, своих семьи, своих родственников. Ну и, конечно, уже более древняя история интересует, когда возник город, как развивался. Ну и там события связаны с историей нашей страны, с историей мира. Археология – совершенно обособленная наука. Все исторические события давно минувших лет устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала порой больше, чем это можно себе представить. В России археология стала развиваться с середины 19 века, когда ею увлекся граф Алексей Сергеевич Уваров. Поначалу он не имел ни малейшего представления о технологии проведения раскопок, но именно его исследования легли в основу дальнейшего развития науки о древностях. И дело его живо по сей день в сердцах многих людей, посвятивших себя истории. Вы знаете, как каждый приходит в археологию, наверное, своим путем. Я стал заниматься археологией еще в институте. Когда заканчивался первый курс, это было очень давно, это 1977 год, у меня как бы возникла мысль о том, что дальше заниматься научной работой. И вот из того, что было, мне как раз понравилось именно участие в археологическом раскопке. Вот когда мы проходили практику на Старой Лизане, и я уже и на втором курсе уже самостоятельно просто поехал, когда не было у нас ни практики, ничего. На третьем, ну и так постепенно вот в экспедиции стал работать. В 1979-1970 году здесь, ну и после этого как бы постоянно отработал, вернее, единственные три года в школе. С 1984 года постоянно занимался археологией. В последние годы в России возрождается интерес к истории Отечества, выходит множество пособий и монографий. Но можно с уверенностью сказать, что почти ни одно из них не было бы научно обосновано без данных археологии. Каждое лето во всех уголках России открываются новые полевые сезоны. Рязанская земля – одна из наиболее интересных для исследователей. Вот то, что мы называем сейчас Кремлем, это памятник археологического наследия Российской Федерации, федерального значения. Кремль древнерусского города переславили Рязанскому. Поэтому вся эта территория крайне интересна. Тем более, что Кремль исследован очень незначительно. Исследовано, наверное, меньше процента площади Кремля. Это очень мало для того, чтобы дать какие-то характеристики города. И раскопы как-то были очень, если для вас очень небольшие. И вот наша экспедиция как раз работает большими раскопами. Старая Рязанская археологическая экспедиция известна, пожалуй, на всю страну. По сей день продолжают находить древние клады на месте сожженного врагом города. Волжская экспедиция в районе Глебово-Городище тоже интересна историкам и исследователям. А вот Переславля-Рязанская, пожалуй, самая наименее изученная. Действительно, Рязанский край очень богатый в плане археологии. И заселение его начинается с глубокой древности. И активно осваивается вплоть до позднего Средневековья. И вот у нас в Рязанском историко-археологическом музее-исповеднике существует отдел археологии, который на протяжении ряда лет занимается этими археологическими исследованиями. День археолога – праздник значимый. Именно он поможет привлечь внимание общества к значимости этой профессии, являющейся мощным инструментом познания прошлого и одним из способов сохранения бесценного культурного наследия. Таким увидели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ